В общем, специально приехал сюда пораньше, потому что был вариант остаться в другом городе, конечно, он думал, нет, сыночка раньше, но вчера весь день готова презентацию, думаю, попробую удивить, но не знаю, получится или нет, сейчас посмотрим. Мне интересно, здесь все пиарщики или есть не пиарщики? Кто пиарщик? А кто предприниматель? Вроде всех платили, да? Бывает еще на конференциях, кто не поднял урок? Здесь вроде все. Кто не поднял урок? Я. А, вот. Госслужащие, а вы? И пиарщики, а ты предприниматель. И пиарщики, а, да, да, ладно, хорошо. Так, мы уже получили. Так, ладно, погнали. На самом деле я пиаром не планировал заниматься, так, если честно. Я люблю электронную музыку, люблю диджей, и как бы уже собрался уйти из пиара. Я пиарил бюро переводов. И раз пиарил так, что оно сейчас в топ-5 находится. Ну, как бы такое уже ехало-ехало, я ушел, оно было топ-200, потом я уходил было топ-50, сейчас оно уже до топ-5 разыгналось, до сих пор сотрудничаем. Начал заниматься диджейами, продавать там, покупать, пиарить. И как бы пришел вот такой человек, знаете ли, из такого сериала? Это из сериала «Фан Сопрана». Он там пародировался крестного центра, он сказал, я уже хотел с этим завязать, но они меня снова затянули. Ну, давай нас тоже раз пиарить. И так пошло, как бы я левой ногой начал пиарить компанию, потом правой рукой открыл пиар-агентство. Ну, и как бы, в общем, дело прошло вот таким образом, что я и начал заниматься пиаром, не зная, что это пиар. И получилось так, что как бы и взрывной пиар вроде начал заниматься, а потом оказалось, что это такая вот технология, потом оказалось, что это еще и, оказывается, мы придумали. Вот, поэтому вот расскажу про этот опыт. Как делать так, чтобы за минимальную единицу времени вы смогли попасть в максимум, желательно федеральных и на лучших мировых СМИ. Вот, собственно, это и есть взрывной пиар. А какие бывают результаты? Да, вот, например, 70 публикаций – это хорошо, это прям классно. Вот, если есть 70 публикаций в месяц, то это, считаете, у вас есть продажа. Ну, бывает, что у нас выходит 20 на все за час. Вот для этого человека, которого вообще не хотели видеть в СМИ, в принципе, а у женских его вообще, он вызывал выводный реплекс. Ну, знаете, типа, в принципе, профессия бизнес-тренера, если в СМИ придешь и скажут, у меня бизнес-тренер, скажут, типа, чувак, все, где нафиг. Ну, ты таких выдели. А здесь у женских СМИ, да? Как бы, ну, его целевая аудитория. Узнали этого товарища? Ну, кто не знает. Девчонки, ну, вы вообще не знаете его, да? Ну, ладно, ладно, проезжаем. В общем, это самый ненавидимый тренер, женский тренер России. И, в общем, мы делали так, что про него 20 с них за час написали положительно. Вот, как бы, так получилось. За счет чего? За счет другого, более негативного персонажа. Мы делали так, что Денис Байгужин позвал замуж Диану Шурыгину. Вот, мы делали на эту красивую презентацию, где они будут, соответственно, это праздновать. Там Ульяновск, там Дубай, по-моему, и Лас-Верс. Вот, и, как бы, раз это все подтвердили презентацией, отправились и начали выходить классные новости. Там, типа, Козна, там, Лунный Джорнал. Вот, типа, классный парень. Вот, молодец, берет на перевоспитание непонятную девушку. Вот. 50 новостей вышло за субботу. Только за субботу. Тоже проехались на Шурыгиной. Ну, как бы, вот так она мне понравилась. Я, как бы, в каком плане? Как инфополот. Не как женщины, а вот как инфополот она мне понравилась. И как эксперимент. Потому что я был в это время, вообще, в Таиланде. И, как бы, там, пофигу на новости. Ну, так, что-то смотришь ленту и видишь, про что все говорят. Какая ты Шурыгина, блин, кто такая вообще? И пишут мои знакомые, что все, типа, Шурыгинский полис ушел. На ней уже никак не проехаться. Ну, как бы, как инфополот, она с чахта. Я думаю, блин, а давайте попробуем. И, короче говоря, наш певец предложил ее, соответственно, позвать к себе в клип. Тоже это был упакован так, что с помощью инсайдерской информации, что у меня там есть пиарщик, что он работает, что он, значит, работает над такими проектами. И хоба, клип. И, как бы, мы выступили таким вот источниками информации. Раз. Суббота. Яндекс.Общество открываешь. Пятая новость там была наша, соответственно, что я позвали. Поэтому нет, все-таки инфополот, как бы, если он вот горит, то можно брать и как бы, и прицеплять к любому бренду. На самом деле здесь на месте его мог бы быть каждый. Слава Левитом придумал песню замечательную «Золотой икон» называется. Ну и, как мы им пиарим дальше, это отдельная история. А это у нас друзья делали «100 новостей за три дня». Там были международные СМИ. Там, в чем суть? Видеостудия пиарилась. Там привели «Авпатэ», она снималась в эротическом «Мельето». И енот, якобы, сорвал с нее владычек. И, как бы, получил здесь моральную травму. Ну, как перестал нормально работать и, как бы, его уже никто не мог с детей покладить. Соответственно, и «Контактный зарплат» подался на видеостудии, типа, разводили нам генота. Вот. Как так? Он, типа, уже не работоспособный. И вся новость пошла вот дальше с упоминанием во всех мировых СМИ адреса сайта видеостудии. Вот в российских СМИ все стараются почему-то вычеркивать вообще. Вот. В одной газете даже, на моей памяти, запретили статью про бомжей, потому что она, якобы, пиарит бомжей, которые не донесли деньги в рекламный отдел. Вот такое буквально было. Это реальный случай. А тут, как раз, как бы на всех рубежных сайтах «Контактный зарплат» была упомянута с адресом веб-студии. И сначала там сайты было 500 посетителей, потом 1500, потом 5000, потом 15000. Потом уже перестали считать. Как бы сайт не падает, и ладно. Такие вот бывают истории. Конечно, вот хайп, да, такая история. Ну, сегодня будет еще проект «Оклон». Я выбираю Индеграунд, потому что хайп, ну, что это такое? Это та же самая повестка дня, только более в микромасштабе. Ну, то есть мы в пиаре называем это прицепиться к актуальным новостям. Ну, вот я замечаю, что в Ютубе там режут повестку дня на вот микро-поводы буквально, и как бы их употребляют, как бы возгоняют, все, они восходят. Но повестка дня, она, как бы, более интересна тем, что ее просто помнят. То, что там хайпится за миллисекунды, это, ну, как бы уже через час, это, как бы, ну, не актуально. Я призываю к тому, чтобы брать хотя бы новости дня. Вот, хотя бы новости дня, смотреть по Медиаметриксу, вот, и там уже, соответственно, на них делать привязку. Вот, на эту форму мы взорваем первым. Потом я, в конце, всегда дам контакт. Лучше иногда по этому поводу посмотреть отдельное двухчасовое видео. В Ютубе оно есть. Здесь я отмечу, что мы вообще вот в таких-нибудь поводах, мы вообще не врем. Абсолютно. Здесь никакой, нету, никакой лжики там, ничего такого. Мы просто фантазируем и подтверждаем это вот доказательствами. ПРУФ – это, как бы, вот, доказательная база. И вот, прежде чем, как бы, пускаться, если вам это понравится при условии, что, да, вот, вы допустите эту мысль, что так можно обязательно подкреплять эту вещдокументом, там, скрытая камера, презентация, некие докладки, скриншоты. Иначе, как бы, это совершенно не зайдет. Тоже, вот, очень показательный случай, что ресторане в Тюмени, там, например, придумали якобы на открытии кормить космической едой посетителей. Первый канал, вот, все, он уже ехал. И, как бы, приезжает, а там, блин, там нету даже тюбиков. Там просто грузинское кафе. Вот, ну, как бы, ребята про послушные молекции на Селигере говорят, а давай вот так, короче, сделаем. Вот, если бы там был хотя бы тюбик какой-нибудь зубной пастой, хотя бы обмазанной изолентой, где написано будет, там, каш, тогда бы этот сюжет набрал бы, естественно, больше. Поэтому, как бы, ну, вернее, придумывая такие новости, обязательно заботьтесь о догадательствах. Ну, и, как бы, сразу готовые кормы взрывного пяра, какие сейчас есть, какие можно делать не креативе, а хотя я через несколько слайдов расскажу, как на эту тему можно подключать креатив. Ну, естественно, что-то президентское. Если у вас, как бы, у нас в полде есть глава государства, любого причем, не только нашего, то это гарантированно зайдет. Ну, и, как бы, вот идея для повода, тоже, если у вас есть знакомое кафе, там, ресторан, да, вот это тоже, буквально, там, три дня, да, еще, думаю, будут играть, тоже зайдет. Смерть за предефицит. Ну, как бы, самый крайний случай, лучший случай пиара – это смерть или инициирование ее. У меня знакомый, например, он специально умер, был умер там полгода, звонил мне с того света, консультировался, и, как бы, на этой теме поднял в себя очень много внимания, публикации, решил бизнес-задачи и, как бы, приобрел в свою жизнь. Потом воскрес, пошел к президенту. Смерть – это очень крутая штука, когда можно, не дико хайпануть, конечно, но просто куча публикаций, которые вы могли бы набирать год, а это можно сделать, опять, там, за считанные даже минуты. Ну, и частный случай смерти – это те же самые запреты и дефициты. Вот, мое мнение, что иногда в магазинах, в региональных городах такое случается, вот, скупает вино, соль, там, гречку, да, почему? Потому что это, как бы, ну, я бы намерен, что они скоро кончатся, хотя это, ну, банальная распродажа, только с таким, с первым поводом. Необычный товар. Если у вас интернет-магазин, если у вас что-то представлено в онлайне, то можно сделать такой товар, про который будут не покупать, а про который будут писать. Ну, из таких обычных примеров, Дара – это Яндекс.Такси, где Тесла ездила, ну, как бы, много она перевезла пассажиров или нет, скорее всего, немного, но про нее написали даже нищие. Вот, также мы придумали для купонов сайта проголи индульгенциями со скидкой, а кто действовал до конца света, ну, и причем купили четыре штуки, пришлось деньги вернуть, конечно. Но у сайта поднялась посещаемость десять раз и держался один неделю. Вот, и необычный клиент это может быть. Вот, например, девушка пришла получать кредит, его не получила, подала в суд на то, что, значит, отдавая кредит, не получила оргазма. Ну, вышло сто новостей. Ну, такой необычный клиент оказался у финансовой компании. Ну, и страшный сон пиарщика. Как вы думаете, какой? Что с вас чаще всего спрашивает начальство? Кто в коммерческом пиаре? Пиаре. А еще круче? Продажа. Правильно. Продажа, классика, это не пиарщика. Любой пиарщик, он даже знает, пиар не влияет на продажу, отвалите, да, и аргументацию из пяти пунктов. На самом деле, я сейчас парочку примеров приведу, когда можно сделать пиар так, что он будет влиять на продажу. Такие случаи, истории известны. Ну, к примеру, женщины раньше не курили, если что. Кто здесь куришь женщины здесь? Ну, кто не курит? Ну, ладно. Ну, у нас с СССР, а вот много курит. И благодаря нашему коллеге, пиарщику из Америки, который придумал этот повод, сравнил женское курение и сигарету в оптовой женщины с ее якобы персональным членом, который она носит с собой, присвокупил сюда статую свободы, типами факеров, а это, значит, еще и такой факер. И я направил этих некрасивых девушек в публичную демонстрацию, они прошлись по Нью-Йорку, вовремя их сфоткали красивых женщин. Впервые они как бы очень-очень не курили, а тут раз на шести красивые девушки взяли и закурили одновременно сигареты. И как бы журналистам пиарщик намекнул, типа, смотрите сюда, как бы журналисты охренели, сначала весь Нью-Йорк, правильно писал, потом вся Америка, потом, соответственно, во всем мире закурили. Вот, пиарщика звали этот Бернеист, в случае описаны книги пропаганды. Вот, благодаря ему... А есть здесь парень, кто в девушке будет? Ну, очень хорошо, но тогда он у Бернеиста не будет. Он вспоминает, но вот вы видите какую-то пиарщую девушку, привет, как бы, пиарщика. Бекон, тот же самый человек, но учил сначала Америка, потом весь мир, есть бекон. Он, когда еще можно было, опросил пять тысяч врачей и как бы потасовал результат таким образом, что якобы врачи сказали, что самый полезный, да, что с утра это бекон. Ну, как бы там была какая-то габинация? Он спрашивает, уважаемый врач, и так, пяти тысяч, да? Ну, типа, надо с утра есть мало или много? Врач, ну, любой из сказок, конечно, много. А что самое питательное из продуктов? Вот, яблоко, каша, банан, бекон и вода. Ну, все, что бекон. Вот такой, какие раз, все это договало исследование, что с утра, значит, лучший завтрак это бекон и яйца, ну, и по желанию. И ссылочек на пять тысяч врачей. Ну, как бы, пять тысяч врачей врать не будут, все. Это исследование, когда вышло в свет, сразу доставили обвальные продажи этого самого бекона в разном виде. Тоже Эдвард Бернэйс, тоже увеличил продажу простым исследованием. Сейчас так, к сожалению, нельзя, но врача очень пытаются всегда, как бы, нажиться в том плане, что даже продавая, блин, дошерак, в рекламе, блин, видна скорая. И чувак в белом халате. Это не врач. Это хитрость. Это просто ватите скорой помощи. Ну, как бы, орел врача там присутствует, да? Ну, это тоже продажа на продажу влияет. Видеорегистраторы. Это российский кейс. В России очень долго не продавались видеорегистраторы. То есть они были непонятным товаром вообще. Что он делает? Когда было показано, что этот товар спасает жизни, когда водитель позадокомрировался, кого-то сбил, значит, смертельные травмы, и все, его хотели закрыть в черный дельфин на сто лет. И он такой говорит, а, у меня был вот этот регистратор. Ну, блин, ну, что это такое, давай посмотрим. Смотрит камеру, он не виноват. Все, его оправдывают. Это обсуждалось на федеральных новостях. И все такие мужики, блин, слушай, е-мое, если я куплю простую дреновину, то я, получается, не сяду, если что. Все, и на продажу регистраторов пошли вверх. Соответственно, если у вас есть такая ситуация, когда можно показать, что ваш товар или ваша услуга или ваша компания спасает жизни, считайте его просто продажным и решенным. Раз и не всегда. Пока не производят конкуренты или скитают. Тоже самый вариант политического пиара. Вот эти ботинки начали продаваться пачками после того, как они сначала слетали в адрес Буша на пресс-конференции. Поэтому, не призывая вас бросаться ботинками или чем-либо вашим товаром, молотом или что вы еще подаете, проводами и так далее, это можно сымитировать. Это просто не можно сымитировать. Ну и самый классический случай – это рецкий кварт. То есть, если здесь есть журналисты из региона или пиарщики из региона, или у нас кто-то будет смотреть записи, то вам, в первую очередь, надо сдружиться очень плотно с медным журналистом. Которого вы также можете заграбовать, который задаст выгодный ваш вопрос на пресс-конференции с президентом. Но это несложно. Это несложно проводить журналистом так, чтобы он задал нужный вам вопрос. Сейчас в СМИ иначе, как переднесткий кварт, вязкий кварт не воспринимают. Говорят, что это правительский кварт такой. А нифига, это как раз президент. Хотя он вообще к этому отношения не имеет. Вот так это все работает. Фондарь истек у него нереальная путей. Так, мы прямой эфир. Ладно, про это не будем. Вот этот замечательный человек – это Бернейс. Кстати, пиарщик творил такие штуки – запекона там, с сигаретами и прожил больше 100 лет. Так что чувак как бы отжигал и при этом позитивно сказывался на дороге. А он был как-то независимый? У него своя фирма была – это Бернейс. Собственно, он работал сначала на коммерческие бренды, потом на правительство и так далее. Лученики проводил, сравнимые с тем, какие были у Хюлхенбера. Они, не важно, очень хорошие человека, скажем так. Совет абсолютно чистая. Я считаю, он работал ради искусства. Искусство пиара, а не какие-то там, типа, что-то там навредил, нифига подобный человек. Наслаждался жизнью и делал интересные штуки. Что самое главное вообще в взрывной пиаре? Идея и пассив. Идея лучше всего работают, придумываются. Это проверено на продукции Apple. Я это прочитал в книжке, по-моему, «Рисовый штурм» и какой-то еще книжки по креативности. У меня потом возникло подозрение, что там этот product placement Apple. Но я попробовал, блин, работает. Вот реально. Я уже на самом деле. У меня было два телефона. Samsung. Я отложил. Все. Работа только на Apple. Реально лучше придумывается. Первый способ креатива. Второй способ креатива. Второй способ креатива. В оговорке. Если вы на мировом штурме кто-то оговорился, хорошо, спешите и сделайте свою пиар-акцию. У нас из двух оговорок зашли две федеральные новости. Одна из них звучала изначально как голая девушка. Она говорит, давай, давайте голая девушка. Мне уже не придумано. Такой был жест отчаяния. Уже включение сработало. Давайте раздеваться. Голая девушка на дороге голосует. И оппонент меня не раз слышал. Он говорит, кто? Голая гаишник? Я говорю, голая гаишник? Это как это? Он говорит, слушай, но это проще, чем голая девушка. А как делать ты? Что ты имел в виду? Он говорит, ну, ты пиарщик. Давай уже и сам придумай, что там делал с голая гаишником. Но это явно проще, чем голая девушка. Мы делали голого гаишника и он тут стоит. Соответственно, акция зашла где-то так. Два дня она была в топе Яндекса по Москве. А мы периодически делали экстратора. А он пытался нас остановить. Он пытался выгружу, пытался нас тормознуть. Мы такие, ооо, будем. Голая гаишка. Что сделается и дальше поехали. И всех не остановились. Но это наш человек был. Потом мы сделали круг, его забрали, он наделся. Мы поехали дальше пить кофе, сегреваться и выбрасывать новости. И у нас еще была акция. Ну там я в Facebook недавно это выяснил. Тоже из заговорки запустили. Я нам придумал человеку, что давай типа сделаем акцию муж по купону. А он я услышал, говорит, не муж по купону, а давай миллионер по купону. Говорят, делали покупку купона на жизнь с миллионером. Тоже из заговорки родилась целая акция. Но меня они как раз слышали, подумали, что так не надо. Типа в «Арманскар» надо делать. Я уехал тоже в Сочи, на Олимпиаде был недоступен. Приезжаю, они такие, а у нас 10 телеков. Я говорю, мать вашу, как вы это сделали? Ну вот так и так и так. А при этом бренд был до этого абсолютно неизвестный. То есть они на сайте выставили предложение, продается жизнь с миллионером. Тоже со скидкой. Покупаешь, за 40 тысяч живешь с миллионером в его жизни. И потом уже прикиньте, это компания, про которую вообще никто никуда никогда не писал. И они мне в рекомендательном письме пишут. Нам начали обращаться с ТВЦ, Флайт Ньюс и Первый канал, и нам пришлось им отказать. Потому что слишком глубоко компания. В другом виде пиара я такой ситуации представить не могу. Потому что можно было бы с нуля отказывать топовым СМИ в интервью. Но, тем не менее, если это же номер, это возможно. Ну еще способ покреативить, это отправить в путешествие. У меня работает это либо за рулем, либо в самолете. И Влади почему-то работает. И вот пару слов по поводу посева. Как сеется сейчас информация? Конечно, можно забыть про рассылку тест-ревизов по вашей базе или по не вашей базе. А вот пресс-ревизов – это позавчерашний день. YouTube. Туда записывается видеообращение. Делается вкладочка в тренде. Это простая манипуляция, которая стоит там очень немного. Или она с помощью органического трафика раз. И информация пошла во все новости. То есть распространение релиза через YouTube. Второе. Распространение через Change Fork. Исправливое. Человеку сняли просто через петицию. Может быть там какие-то еще более моменты. Но это тем не менее создается на нее. Глубые гонки тоже начали именно сначала обсуждать, а потом пересмотреть программу тоже через петицию на Change Fork. По секрету скажем, тоже рукотворная речь. Можно это накручивать, короче. Life Fork. Приложение, которое добавил себе посетителей благодаря, когда Навальный сам на себя отнял репортаж. Но если у вас он до сих пор не стоит, в телефоне то скачайте себя. Через него тоже можно присылать председатель. И несколько советов по эффективности пиарщика. Интересно вам быть эффективным? Да. Точно интересно. Или закончим. По эффективности подразумевается результативность. Интересно? Продажи. Правильно, продажи тоже. Не работайте 24 на 7. Это как бы, ну, это ужас. В общем, я так работал, как бы это пиарщик типа считает, что всегда на работе. Чушь собачья, как бы. Ну, вы не будете эффективны 24 на 7. Лучше, как бы, не 24 на 7. Лучше самому создавать повесть, приняешь, чтобы вокруг тебя обращался мир, а не наоборот. 24 на 7, ну, блин, ну, не знаю, может быть это делать ваш ассистент. Примерно. Но не вы. Как руководитель. Точно. Обязательно у пиарщика должен быть опыт предпринимательства. Обязательно. Хотя бы какой-нибудь магазинчик, инстаграм, вот что-то такое у вас должно быть, где вы должны понимать, как вращаются и оборачиваются деньги. Вот. Это бесценный опыт. Я работал пиарщиком и параллельно развивал свою диджейскую контору. И пиармой был, извините, эффективным. Там выходили федеральные новости, выходили, делались большие проекты. Делались проекты с телефильмами. Маленький выбор переводов. Предложила крупному телефильму переводчица с Ричардом Гиром вступить в коллаборацию. Блин, это получилось. Вот. Если бы не предпринимались, то вряд ли бы это сработало. Прокачивайте маркетинговые скиллы. То есть, как бы, желательно знать, что такой маркетинг, как оно работает. Ну, желательно знать. Вот. Если вы хотите быстро с ним обучиться. Котлера в топку. Вот. Можно поучиться в игре. В игре уволит маркетолога. Вот. Я, например, там учусь. Очень добрый. Зачем же при этом нужен пиарщик, как может вам показаться? Да? Вообще, ну, там все уже узнает. Там есть формулы и так далее. Эксклюзивый креатив. Вот это форум по негрежитараму Гурлианова. То есть, если вам нужен реально крутой, эффективный, скажем так, эксклюзивный креатив, то тогда стоит обращаться в первый взгляд. В других случаях можно попробовать поэкспериментировать и самому. Ну и пару скопов об антикризисном пиаре. Хотя у нас время уже нет, да? Уже времени нет. Тогда окей. Оставляйте вашу заявочку. Пять идей я вам придумываю. Сюда заходите. Телефон. Все. И дальше продолжим с вами диалог. Кому интересно, можете тоже познакомиться с моими книжками в литрессе. Оружие социального соблазнения. Всем спасибо. 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 Спасибо.